Место великого смутку, а лаяк символ бессансовности и бесчеловечности войны. На жаль, в Беларуси таких незагойных ран не мало. Только в Гомельской области фашисты подчас оккупации изнищили амаль полторы тысячи населенных пунктов. 51 вёска не отродилася. Их назвы есть на этой карте. Жлобинчанка Юлия Ганчарук рассказывает своим детям об жахливых паде и не может стремать слёз. В живых остались около только 10 человек. И есть сохранилось свидетельство одного человека, жителя деревни Ола, Тараса Колеснёва. И он говорил, меня ранили в голову. Истекая кровью, я неподвижно лежал в снегу между трупами. И вижу такое. Вот ведут группу моих односельчан, человек 40. От них отделилась женщина в Уфайке и в большом клетчатом платке. Пошла к толстому немецкому офицеру. Автоматчик следовал за ней. Я расслышала её громкую просьбу. Женщина просила разрешения сгореть в своей хате. Это была Аксинець Мафеевна Крулович. Жена бухгалтера колхоза. И её хату уже облизывались языки пламени. И подружный хохот фашистов. Женщина повернулась и твёрдым шагом пошла к своей горящей хате. И саправды стремать эмоции мало у кого отрымливается. 34 дамы на узкой улице. Алла стала могилой для 1758 человек. 950 – их дети. Жахаров 12 вёсок расстреливали, тіпалили у домах і господарчих побудовах. Выжили адзинки. Не дать забыть сабе і іншим об тих жахах, каб яны не паутараліся. Загэтым і приезжаюць у Аллу. Пабывавши тут, па іншому пачынаеш ставіцца до новокольного свету. Яскраво отшиваєш віляч і каштоўність таго пераможного подвигу. Сюда приїжджали вже не перший раз. Приїжджали, коли ще не було, конечно, такої красоты. Просто для того, щоб наші дітки не забывали, щоб вони помнили, вони горділись тим подвигом, который був в каждой сім'ї. Потому що ця біда не обошла ні одного челавіка. Дітки должны знать, дітки должны помніть. І ми взрослі тож. Тому це біда всіх, це горе, каторе, наверное, пронзіла все серця. І треба береч, цініть, уважати цей подвиг, уважати це велике діла. От візки Китин, де народіўся Валерай Давыдзенка, дали крыху більш за 10 кілометра. Уму першыню на помніку пабываў в 1976-м годі. Там сустреў былого вайсковца, які вызваляў візку. От яго і доведаўся прожахливые паді, які тут адбыліся. Пасля гэтага кожны год Валерай Іванович, праўжая ў Алу на дзень перамоги, сёля там разом з їм і унук Глеб. Цега, коли зіляли цей комплекс, мы приїхали до 1 мая сюди, дочка, цей внук, старшы внук, из Минска, я их привез trendі каже, і показал ці устройку. Там машину поставили, і сказали, що здесь будеш еграндзиозне сооруження, і на 9 мая мы приїдем. Хорошо, что мы помнімсё, то, что не забуваем, то, что красиво зіся зі сделали, хорошо, чтобы пам'язь долу бала. У Алу едать люди з розных кудков У нашего региона и Беларуси гамельчанка Людмила Карымова приехала на монументальный комплекс разом с родными и сябрами. Дома чекает мать Клаудия Сергеева. И она, убачиваясь мемориал на фотосдымках. 92-годовая женщина под час войны была партизаном. Трагедия Алым, выполнена Людмила Борисовна, будет близкая мать. Ее родную вёску так само спалили фашисты. Сама ж Людмила Карымова называет Аллу не иначе, как святым местом. Это спаренная вёска, место покутав и подвигу беларусов. Уже 75 лет со дня Великой Победы это время уходит от нас. Уходит из жизни ветераны войны, то есть те, которые защищали нашу страну, тогда Советский Союз. А последующим поколениям необходимо помнить. И тем ребятам, молодым ребятам, которые живут сейчас, вот посмотрите, какая великолепная погода, под мирным небом, им надо знать, сколько жизней отдали наши предки за то, чтобы мы так жили. И этот мемориал, конечно же, это память. Я всегда говорю, память – это ниточка, которая связывает ушедшие поколения с поколениями живущими. Мы будем помнить ушедшие поколения, мы будем гордиться ими. У День Перамоги отдау данину памяти загинувшим у аллеи старшиня Гомельского облаканка Магина Целовей. Повностью работы на мемориальным комплексе ясчэ не завершены. Треба уличить усея каличнасті и зарабіць так, каб до момента урачистага открытця усе было як мага ближай до идеалу. Максим Савин, Валерий Гопанько, телерадоя компания «Гомель» со Светлогорского района.